Всем привет. Для начала немного прелюдий. Некоторые из зрителей моего канала думают, что я не люблю бренд MSI. Но это не так. Я просто не люблю ту часть продукции этой компании, которая является по сути напыщенным за большие бабки. Но давайте же узнаем касается ли это видеокарты MSI GTX 1080 Ti Lightning X. Кстати, этот обзор стал возможным благодаря подписчику моего канала Максиму Данилову, для которого я заказал эту видеокарту в штатовском магазине и на момент выхода обзора она уже на полпути к нему. Итак, самое первое что бросается в глаза это массивный внешний вид. И все это благодаря большому радиатору с шестью тепловыми трубками, который эффективно охлаждает чип. В то же время за охлаждение памяти и элементов питания как мы часто видим в последнее время у видеокарты MSI отвечает теплосъемная пластина, но по сравнению с серией Gaming она сильно модернизирована и действительно является отчасти эффективной, так как имеет множество ребер и тепловую трубку. Также она прилегает в некоторых местах к радиатору, благодаря чему с очень большой натяжкой. Можно сказать, что радиатор также участвует в охлаждении и этих элементов видеокарты. Вторая функция теплосъемной пластины это придание жесткости всей конструкции видеокарты. С этим она справляется на пару вместе с бэкплейтом, благодаря чему нет ни единого намека на провисание. Кстати, на внутренней части бэкплейта расположена тепловая трубка, которая призвана более эффективно распределять нагрев видеокарты с обратной стороны. На моей памяти это первое и пока единственное решение такого рода, скажу честно не особо эффективное, но красивый понт дороже денег. В дополнение к этому всему, система охлаждения обладает тремя вентиляторами, которые не то чтобы тихие, но в то же время не то чтобы громкие, но главное они справляются со своей задачей очень хорошо. Но есть один недочет в их работе, а точнее в реализации тихого режима работы. Дело в том, что в отличии от других производителей, где реализован такой же режим на всех видеокартах десятого поколения GeForce, в этой видеокарте он реализован очень плохо. Суть этого режима такова, что до того момента пока чип видеокарты не достигнет температуры 50 градусов, вентиляторы не работают. Так вот, выход из этого режима забагован. Игра или другое приложение, которое нагружает видеокарту, может подвиснуть на пару секунд, или вовсе зависнуть, как это было у меня дважды в игре Fallout 4. Так что я настоятельно рекомендую устанавливать минимальные обороты вентиляторов во время отсутствия нагрузки. Тогда не будет резкого нагрева чипа, из-за которого подвисание и происходит. Есть и другая причина, по которой нужно включать вентиляторы во время простоя видеокарты. Дело в том, что видеокарта во время простоя очень горячая. Из-за этого нагреваются другие комплектующие компьютеры, которые находятся в непосредственной близости. К примеру, мой SSD M.2 прогревался до температуры 50 градусов и выше. Хотя в то же время с моей видеокартой Zotac, данный SSD не нагревался выше 40 градусов. Так же видеокарта нагревала новый чипсет X299, который сам по себе очень горячий. В общем суть такова, что инженеры сделали крутую видюху, а прогеры как всегда налажали. Кстати про прогеров. Фирменная утилита MSI Gaming App и Mastic Light, предназначенные для управления видеокарты и ее подсветкой, после установки не запустились ни на моей старой системе, ни на моей новой только установленной. Так что про управление подсветкой я вам нечего не расскажу. Зато MSI AutoBurner как всегда заработал исправно. Но даже для родной видеокарты не дал возможности поднять напряжение на GPU. Скорее всего этот ползунок разблокируется после перевода свитча в режим охлаждения чипа жидким азотом, который расположен на видеокарте, но я не стал рисковать и проверять это так как видеокарта куплена не для меня. Сам разгон меня очень порадовал. Это рекордсмен среди протестированных мной видеокарт. И не последнюю роль в ней играл в 16-фазной системе питания, которая запитывается от 3-х 8-пиновых кабелей питания. Хоть видеокарта и стала чемпионом по разгону, но вот по производительности она не всегда была первой. Что касается температур. В обычном режиме работы на открытом стенде чип видеокарты прогревался до 65 градусов под нагрузкой. А во время разгона с вентиляторами работающими на 80% от полной скорости температура GPU не поднималась выше 45 градусов, что говорит об эффективной системе охлаждения. Но данный режим работы вентиляторов не является комфортным и не предназначен для ежедневного использования. В итоге, несмотря на некоторые недостатки в системе охлаждения и глючном программном обеспечении, данная видеокарта является продуктом достойного внимания. Но только внимания, так как она является одной из самых дорогих видеокарт. Ее стоимость больше в среднем на 80-100 долларов, чем у ее прямых конкурентов Gigabyte Aorus или Zota KMpy Extreme, из-за чего я рекомендую эту видеокарту только тем, кто не ограничен в деньгах или является поклонником этого бренда. В это же время, горесть от высокие цены может сгладить красивая подсветка видеокарты, которая как по мне красивее, чем у того же Asus Strix. До этого у меня все, надеюсь данный обзор был вам полезен. Не забываем посещать мою группу ВКонтакте, там все последние новости касательно моих будущих и текущих планов, а также я и некоторые другие ребята даем компьютерные консультации.